Друзья, всем привет! Это передача по кашеварям, а точнее лайв-часть, так называемая этой передачи. Здесь я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали на ютубе и вконтакте. Итак, давайте прям пойдем по вопросам. Первый вопрос я возьму, который мне задал Руслан вконтакте. Вконтакте это был единственный вопрос, почему-то вы не очень активно пользуетесь, кстати, нашей группой по кашеварям вконтакте. Меня от печали, друзья, ну давайте уже как-то входите туда, ставьте лайки, лойсы. Кстати, мне интересно, лойсы, сейчас все говорят не лайки, а лойсы. Это специально так придумали? Чтобы лайки не называть? Это какая-то саботаж лайка, в общем, ну ладно. В общем, вот, Руслан мне задает вопрос. У меня здесь ноутбук, просто я поэтому буду вот так вот периодически делать. С каких лет вы готовите? Сколько вам было лет, когда вы приготовили свое первое блюдо? Какое ваше любимое блюдо? И какое блюдо чаще всего готовите? Ну, очень ожидаемый вопрос, учитывая специфику моей программы. В общем, так я вам скажу. Реально готовить я начал где-то в 25 лет. Я женился, у нас семья была, точнее была, до сих пор есть. Вот, и в общем-то спустя несколько лет семейной жизни я начал готовить. А потом, через какое-то время я начал это еще и снимать. Конечно, в школьные годы у меня были попытки что-то приготовить, но это было неосознанно. И, скорее всего, это было такое, скорее, баловство какое-то. Баловство, да. Вот, сейчас мне 30. Вот, чтобы вы понимали, я готовлю всего-то, наверное, так, более-менее постоянно лет 5. Всего лет 5. Так, что там, какое ваше блюдо любимое, какую вы частью готовите? Я, на самом деле, очень много чего люблю. Я люблю мясо, я люблю десерты. Я не люблю рыбу совершенно, поэтому у меня рыбных блюд не так много. И те, которые у меня есть на канале, наверное, это одни из немногих, которые я люблю и могу кушать. Вот, а вообще я очень много чего люблю, я не могу так ответить. Значит так, ГАВС 2003 задает, как ты относишься к просмотрам шкалоты на твоем канале. Шкалоты. Вообще, такой термин, конечно, придуман. Очень странный, шкалота. Это вот только в Ютубе могло такое родиться. Какое-то неуважительное совершенно отношение к молодым людям, к школьникам. Я, короче говоря, я не люблю этот термин. Мне гораздо больше нравятся просто школьники. Но то, что меня смотрят школьники, меня это очень радует, наоборот. То есть, вместо того, чтобы смотреть очередную какую-нибудь похабщину с матюгами, они смотрят, как готовить блюда. Это круто. Если есть школьники среди моих зрителей, вам огромный респект. И продолжайте смотреть мой канал. Я вас очень за это уважаю. Что касается... А, кстати, да. Я даже говорю, может быть. А на самом деле, абсолютно точно. У меня есть школьники. Несколько молодых людей мне писали даже. Очень приятные вещи. Ну, не касательно моей персоны или моего канала. Просто писали, что вот мы любим готовить. Мы смотрим твой канал. Там что-нибудь посоветуй. Недавно девчонки написали, говорят, мы в школе, у нас конкурс различных блюд. Учимся в школе. Конкурс различных блюд там по странам. Нам, типа, досталось Франция, мы будем делать макароны по твоему рецепту. Ну, круто же, на самом деле. Это офигительно здорово, что молодые люди проявляют какое-то желание что-то созидать вообще. Что-то созидать. Это меня радует. Яна Липовская задает. Вы снимаете, редактируете видео сами или у вас есть группа? Хей, Яна, Яна. Конечно же, у меня нет никакой группы. Я бы с удовольствием завел какую-нибудь группу помощников. Потому что снимать становится все тяжелее. А так я снимаю сам. Мне помогает в этом мой добрый штатив. Монтирую я тоже сам. Мне бы очень хотелось, честно говоря, снять передачу. Ну, или вообще, в принципе, снимать, наверное, передачу в таком формате, как на телевидении принято. То есть, там, кто-то снимает мужика какого-нибудь. Он готовит, что-то рассказывает параллельно. Какие-то интересности. Вот. А я, к сожалению, себе такого позволить не могу. Поэтому мне приходится снимать отдельно, там, наговаривать рецепт. Отдельно снимать процесс приготовления. Потом это все вмонтировать в ролике. Ну, да. Формат, на самом деле, достаточно интересный многим оказался. Да. Я-то делал такой формат от безвыходности. Потому что, ну, у меня нет возможности, чтобы меня кто-то снимал. Но формат оказался интересный. Вот. Люди подписываются. Круто. Так. Александр Фомицкий спрашивает. Что вы закончили? С СУЗ слэш ВУЗ. Я закончил ВУЗ, Государственный университет управления. Я по образованию, в общем, менеджер. Менеджер. Каких миллионы. Николай Ивакин спрашивает. Сколько вы весите? Вот этот вопрос мне понравился. Вешу я достаточно много. Я около 120 килограмм вешу. Я очень крепенький молодой человек. Так. Сабантик спрашивает. Сабантик, кстати, в последнее время проявляет активность на моем канале, пишет интересные комментарии, такие интригующие. Вот она мне задала вопрос. Или, кстати, он. Наверное, она все-таки. Это, наверное, девушка, женщина. А вам всегда нравилась еда? Или эта еда настигла неожиданно? Вы в детстве капризничали за столом? А что вам из продуктов не нравится? А можно потом еще что-нибудь спрошу? С уважением, Сабантик. Ну, в общем, так, по порядку. А вам всегда нравилась еда? Да, мне всегда нравилась еда. И, наверное, кстати говоря, благодаря этому во мне сейчас около 120 килограмм. Да. Гора мышц. Так. Или еда настигла неожиданно? Вот это мне нравится. Вот вопрос. Еда настигла неожиданно? Такой сидишь. Я бы, блин, еда настигла. Убегайте все. Ладно. Вы в детстве капризничали за столом? Да, я капризничал в детстве за столом. Я и сейчас продолжаю капризничать за столом. Потому что... Почему я сейчас продолжаю капризничать? Да просто я капризный такой человек. Так. Что вам из продуктов не нравится? Мне не нравятся... Вообще, мне не нравятся плохие продукты. Знаете, вот у меня вот рядом с домом два магазина. Есть 7-й континент, где продают совершенно отвратительную еду с большой просрочкой зачастую. Есть магазин Азбука Вкуса, например, где чуть дороже еда стоит. Но там действительно, если мясо покупаешь, ты знаешь, что это мясо качественное, свежее и так далее. Вот я лучше пойду переплачу, например, но куплю... Или куплю кусочек поменьше, но куплю хорошей еды, чем я куплю какой-нибудь там дешевой по акции какой-нибудь семге совершенно безумного качества. Вот. Поэтому мне не нравится плохая еда. Если вы спрашиваете конкретно, какие продукты мне не нравятся, то... Ну, все вы, наверное, уже, кто смотрит мой канал, знают, что я не люблю печенку. И, как я говорил уже, я не очень люблю рыбу. Не очень люблю рыбу. Так, какой самый вкусный рецепт котлет? Зубок 7 спрашивает. Философский вопрос ты задаешь, Зубок 7. Самый вкусный рецепт котлет. Я, наверное, еще не приготовил свои самые вкусные котлеты. А вообще все, все рецепты котлет, которые есть на моем канале, именно поэтому ты должен пересмотреть все рецепты на моем канале. Очень вкусные котлеты. Вот мне очень нравится рецепт котлеты а-ля Итальяно. Ссылка будет под видео. Можешь посмотреть. Офигенные котлетки. Так, Ваня Финякин спрашивает. Можешь сделать видео типа за кадром или неудачные дубли? Да, я могу сделать и за идею тебе спасибо за идею. Я сделаю такое видео, я покажу, как я снимаю передачу по кашеварям. Неудачных дублей. Ну, какие у меня могут быть неудачные дубли? Вы чего? Я же профессионал от Ютуба. У меня все дубли удачные. Да, снимаю все с одного раза. Покажу, конечно, покажу. Если все это подкоплю, то сделаю вам такое. А ролик за кадром с меня обещаю сделать. Так, какой у вас комбайн, никак не могу решить, какой купить. Фуа, у меня, значит, жалко, я его с собой не принес. У меня здесь импровизированная такая студия в уголке образовалась. Комбайна под рукой нет. Значит, у меня Кенвуд, у меня комбайн Кенвуд. До этого я пользовался Бошем и тем и другим я доволен, на самом деле. Как вы относитесь к сексизму геям, лесбиянкам и транссексуалам? Во, Just a Little Bit задает вопрос. Классный вопрос, кстати. Хочется отделаться очень простой стандартной шуткой, сказать, что я к ним вообще не отношусь. Но, конечно, так не пойдет, надо сказать. Да я спокойно отношусь, на самом деле. У каждого есть право выбора. Кто хочет с мальчиками встречается, кто хочет с девочками. Пока меня лично это не трогает, ко мне никто не пристает, слава богу. Я к этому отношусь спокойно. В общем, каждый для себя пусть сам решает, что хочет делать и с кем жить. Так. Сандушка Шамс спрашивает. Как вы относитесь к еде в ресторанах? Бываете ли там часто? Что вы заказываете? И благодарите меня за канал интересный. Пожалуйста, тебе за канал. И за вопрос спасибо. Я в ресторанах, да, бывает, я кушаю там. Рестораны мне нравится посещать, потому что там интересное блюдо, интересная подача какая-то. То есть там особая атмосфера обычно. Что вы заказываете? Ну, заказываю я в ресторанах то, что люблю, короче говоря. Мясо заказываю, десерт и напиток. Это понятно. В общем, как и все. Как все ходят в ресторан, так же я хожу. Виолетта Смоле задает вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Виолетта. Часто ли вы готовите? Задает она первый вопрос. Да, я готовлю. Ну, наверное, не очень часто. Но, судя по рецептам, которые я выкладываю в интернете, как минимум один раз в неделю я готовлю. Конечно же, я чаще готовлю, чем один раз в неделю. Можете, пожалуйста, приготовить что-нибудь сладкое. Так, Виолетта. Я сейчас вас накажу, как это можете приготовить что-нибудь сладкое. У меня очень много чего есть сладкого на моем канале. Вам стоит всего лишь полазить по нему, посмотреть плейлист выпечкой десерта. По-моему, он так называется. И там очень много чего сладкого. И тирамису, и всякие там сметанники. В общем, посмотрите. И любимое ваше блюдо. Нет у меня любимых блюд, как я и говорил. Я много чего люблю. Владимир Терентьев. У матросов нет вопросов. Вот Владимир, очень удобный подписчик. Нет у него вопросов. Ладно, Владимир, тогда его ответов тебе тоже нет. Виктория Громова спрашивает. Кто в вашей семье чаще всего готовит, вы или ваша жена? Чаще всего готовит моя жена, потому что я объективно не могу чаще нее готовить, потому что я работаю. В течение дня, естественно, она готовит для детей. Вечером готовит для меня в том числе, поэтому она чаще готовит. Татьяна Ивановна спрашивает. Как решился и почему показывать готовку по видео? Ну, как решился? Решился я не знаю как, случайно, совершенно образом. Я уже когда-то рассказывал, да, что я готовил медальонные свинины на кухне. И что-то у меня камера под руку подвернулась, и я давай снимать этот процесс. Потом смонтировал шутки радио, блин, и мне понравилась что-то идея, что не просто так готовить, а еще чтобы это оставалось на память мне, и в том числе, ну вот как оказалось, подписчикам. Я, конечно, вначале даже не рассчитывал, что у меня будет достаточно много подписчиков, поэтому... Ну, мне кажется вообще, что я делаю полезное дело, правильно? Вот, и, кстати, вот вопрос, я даже перефразировал бы Татьяну Ивановну, не как решился и почему показывать готовку видео, а почему ты никак не остановишься это делать? Я вот сам для себя не могу ответ найти на этот вопрос, на самом деле. То есть, смотрите, канал на YouTube, он как, наверное, если вы это изучали, вопрос, то есть, в принципе, понятно, что он там ни дохода не приносит, ни... Ну, по большому счету смысла нет иметь свой канал. То есть, это исключительно альтруистическое такое действие, которое нацелено на развлечение аудитории. Вот, и, по всей видимости, я тоже уже не могу остановиться, потому что я понимаю ответственность там перед вами, да, вот у вас у меня почти 20 тысяч уже. Мне, конечно, не хочется останавливаться, мне хочется, чтобы эти люди смотрели канал, смотрели полезные видео, то есть не всякие отбросы, которые на YouTube дофига, а вот действительно полезные делали что-то у себя дома, повторяли мои рецепты, вкусно кормили семьи свои. В общем, вот такая вот какая-то мотивация, то есть, она не финансовая, она где-то на каком-то непонятном... В общем, очень, очень на какой-то философской ступеньке. Вот что сказал сейчас? Вот что сейчас сказал, какая-то глупость на философской ступеньке? В общем, Татьяна Ивановна, рассказал я вам примерно свою мотивацию. Настя Китаева, помогают ли дети в вашей готовке? Дети в готовке. Дети в готовке, на самом деле, скорее мешают, потому что они еще маленькие. У меня старшему сыну 7 лет, дочке год с небольшим. Конечно же, они как крутятся, они мешают готовке. Вот. Так, Александр Фомицкий спрашивает, носите ли вы часы и какие? Спасибо. Пожалуйста, Александр, часы я вот конкретно сейчас у меня нету часов вообще. У меня есть часы, я их ношу фирмой Гербелин. Можете загуглить, посмотреть, что за фирма. Миссел Нейм. Самое любимое блюдо, спрашивает она. Есть ли какой-то определенный цель и план на 2014 год относительно канала? Значит, про любимое блюдо сказал. Нет любимых блюд. Есть ли определенные цели на 2014 год? Ну, я на самом деле очень хочу не потерять энтузиазм и продолжить снимать ролики, снимать рецепты, искать интересные рецепты, показывать вам особых планов. Я себе не строю, потому что планы имеют особенность не сбываться, планы приходится переделывать. Поэтому я просто хочу делать свою работу, а там уже результаты, они сами или придут, или не придут. Мне, конечно же, да, мне хочется 500 тысяч подписчиков в 2014 году. Вот такие вот дела, да? Но, блин, конечно же, такого не будет. Если более-менее такие реальные планы, то я рассчитываю, что за 2014 год у меня будет хотя бы 40 тысяч подписчиков уже. Очень я в это верю. Думаю, что так оно и будет. Ну, в общем, вот так вот. Планы есть сохранять канал хотя бы на том уровне качества, который он есть сейчас. Если что-то улучшится, будет здорово. Возможно, будут какие-то совместные ролики, возможно, будут походы куда-то, может быть, будут какие-то приглашенные гости. В общем, посмотрим. Год длинный. Все, всякое может быть. Николай Ивакин спрашивает, какое блюдо вы считаете самым сложным в плане его приготовления? Ух ты, какое самое сложное. Из тех, которые я готовил, вот, честно говоря, мне очень тяжело дался десерт, когда я в французские макарони, макаруны. До сих пор я не понимаю, как их правильно называть. В общем, эти такие пироженки-безешки. Их очень сложно готовить. У меня они в сотом выпуске есть, можете посмотреть. Ну, пожалуй, так. Какое-то более сложное я еще пока не готовил. Мария Незабудка. Выпуск 111. Пирожное брауни. Бумага пергаментная на вид, очень прочная. Не подскажете, что за фирма. Ах, блин. У меня сейчас, наверное, уже не осталось ее, к сожалению. Да, бумага действительно очень классная для выпечки. Причем она, что удобно делится на кусочки. То есть ты достаешь, он уже там квадратный такой кусочек. Ему удобно пользоваться. Нет, фирму не подскажу. Светлана Н. спрашивает. Виталий, любите ли вы ресторанную еду? Вопрос уже был. Я на него отвечал. Светлая. Точнее, не Светлана, а Светлая. Так, Анастасия Соколова. Верите ли вы в Бога? О, религиозный вопрос. Сейчас остался еще вопрос про политику. И вообще у нас будет all-inclusive. Верю ли я в Бога? Да верю я в Бога, конечно. Что-то есть, что-то следит за нами сверху, да? Другой вопрос. Очень ли я набожный человек, религиозный ли слишком? То нет. Нет, я современный человек. Я живу в большом мегаполисе. Мне здесь нет возможности очень сильно поклоняться каким-то символам или религиям. И желания нет. У меня есть внутренняя вера, которой мне хватает. Дрон Лайф спрашивает. Как пришла идея сделать эту передачу? И кто тебе помогает в этом? Ну, идею про передачу я рассказал уже. Вопрос Татьяна Ивановна задавала. Кто мне помогает в этом? Никто мне в этом не помогает. Я один тружусь, короче говоря, снимаю ролики, монтирую, выкладываю все сам. Динара Хас спрашивает. Какое блюдо считается вашим любимым? Уже отвечал. Динара, прости, не буду повторяться. Так, Наташа Борисова. Наташа Борисова задает вопрос. Очень хотелось бы в видео с приготовлением пастиццо. Запеканка из макарон с фаршем. Знаю такое блюдо. Кстати, да, надо сделать. Пожалуй, Наташа Борисова сделала я такое блюдо. Или какие-нибудь советы приготовить. Очень хочется, но боюсь все испортить молочным соусом. Мне кажется, это такая гадость. Молочный соус, это, видимо, бешамель имеется в виду, да, Наталья? Наверное, бешамель ты имеешь в виду. А что, отличный соус, кстати. Я не знаю, ни одна запеканка, ни одна лазанья без соуса, бешамель не обходится. Ладно, покажу я вам, как сделать это. Так, Мария Антошина задает вопрос. Кто учил вас готовить? Как давно начали увлекаться кулинарией? Откуда берете рецепты классные? О! Меня никто не учил готовить. Меня учил готовить мой опыт только. Я сам все что-то готовлю. Готовлю постоянно. Какие-то журналы читаю в интернете, смотрю рецепты. В общем, методом проб и ошибок. Я не заканчивал никакой кулинарной техникум, о чем, кстати, жалею. Я бы очень хотел сейчас пойти поучиться, хотя бы среднее образование, получить кулинарное. Ну, уже так, для души. Кулинарией начал увлекаться, как я говорил, лет... Ну, реально лет 10 назад. А уже так плотно, уже конкретно с каналом... Ой, с каналом уже так готовить постоянно. Я начал лет 5 назад. Рецепты беру из интернета, из журналов, из книжек. В общем, отовсюду беру рецепты. Александр Ярошов. Как относишься к вегетарианцам? Я к вегетарианцам отношусь нормально. Конечно, жалко, что они лишают себя очень многих вкусных блюд. Ну, это опять-таки, я говорю, у каждого есть свой выбор. Это что касается геев, лесбиянок, то же самое. Вегетарианцев кто-то решил не есть мясо. Ну, пожалуйста, пожалуйста, на самом деле. Я не уверен, что это играет какую-то роль в масштабах всей планеты. То есть, насколько больше животных они спасают, тем самым, не знаю. Мне кажется, не очень много. Просто производители той же свинины, говядины, они просто меньше выращивают специальных животных, которые и так бы ушли на убой. Ну, сложно сказать. Вообще, я к вегетарианцам отлично отношусь. Хорошие люди, позитивные. Обычно розовые щечки у них. Потому что они едят полезные овощи. Это здорово. Так, Руслан Скайвей задает вопрос. Какое ваше любимое блюдо опять, да? Из каких лет вы начали готовить? Заранее благодарю за ответы. Удачи вам, Руслан. Прости, вопросы были. Отвечал на них. Хелькар инсомния. Так, вот у меня вопрос созрел. Играешь ли ты во что-нибудь или времени вообще нет? О! Играю я. Иногда играю. У меня у ребенка есть Xbox. Я даже иногда все игры покупаю. Редко это получается. Но последнюю игру я прошел. Metro Last Light. Мне очень понравилась эта. Классная игрушка. Вот на Xbox я поиграл. А так нет, я на самом деле. У меня нет времени на игры. Ну, купил я GTA V себе, думал. Сейчас порублюсь, короче. Нифига. Нифига. Времени очень мало. И я несколько миссий прошел. Так у меня и пылица эта игрушка лежит. Поэтому не особо я играю. Не особо. Так. Ирина Лель задает вопрос. Виталий, как ты относишься к такому приложению, чтобы у себя создать рубрику, что-то типа кухни народов мира. Иногда нас баловать блюдами других стран. Ирина. Ну что вы. У меня, можно сказать, канал и так интернациональный. Я, конечно, не делаю деление блюд по конкретным принадлежностям. Но у меня очень много блюд различных стран. Еда не имеет границ, вот на мой взгляд, честно говоря. Да, я думал создать разные даже плейлисты. Там, может быть, когда-то сайт создать с разными направленностью, да, по странам. Ну, ведь нет границ у еды. Ну, нельзя же назвать там, нельзя сказать, что шашлык там, это грузинское блюдо. Нельзя сказать, что борщ это чисто украинское, что пельмени это японское или русское блюдо, да. Все это создавалось где-то на границах, на границах там, религии на границах территориальных. Ну, в общем, не знаю, я не вижу смысла делить прям, да. А так у меня есть разные рецепты и грузинские, итальянские, и шведские, там, венгерские. Чего хочешь, короче, есть. У меня по каналу полазите, там, найдете много чего интересного. Ярослав Швец задает вопрос. А, нет, пропустил. Вот ГАПС 2003 спрашивает, какую музыку слушаешь? Я музыку слушаю разную, мне больше все нравится, что-то типа рока, там, хэви метал. Очень люблю, да, тяжелую музыку. Ну, так вот. Ярослав Швец задает вопрос. Как вы учились в школе, какой предмет был вашим любимым? В школе я учился хорошо, я был стабильный хорошист. Как это, аттестат у меня без стройок, в общем-то. Нормально я учился. А предмет мой любимый, ну, математика, наверное, ну, что-нибудь посчитать, там, тут мне нравилось. Алена Курбатова спрашивает. В вашей семье есть кухонная техника? Если да, то как она вам помогает и помогает ли вообще? Конечно, кухонная техника у нас есть. Часть этой техники мелькала в моих роликах. Ну, что, у меня, естественно, комбайн есть, всякие блендеры есть, там, соковыжималки, мультиварка есть, которые мы, кстати, в последнее время что-то вообще не пользуемся. А так практически всем пользуемся. Ну, параллельно с этим существует дофига всяких ненужных гаджетов. Кстати, может быть, отдельную передачу сниму про ненужные гаджеты на кухне, которые вот покупаются просто так на эмоциях где-нибудь в какой-нибудь магазине с разными кухонными гаджетами, а потом ими не пользуешься. Такие у меня тоже есть на самом деле. Это не электроны, это всякие там овощерезки безумные. А так есть, да, пользуемся часто, конечно, помогают. Спортник. The Sportnik спрашивает. Что приготовить из агар-агара? Будут ли видосы на эту тему? Спортник, ну, из агар-агара что там? Суфлешки, суфлешки готовить можно, всякие кисели. Что там? В общем, торт птичье молоко я делал на агар-агаре. Вон, посмотри, рецепт, ссылку тоже внизу сделаю, если интересно, глянь. Агар-агар это тоже желатин, только растительного происхождения на самом деле. Это одно и то же. У агар-агара есть плюсы, плюсы несомненные по отношению к желатину. Да, желатин, вот если ты делаешь суфле, например, у тебя в комнате там 25-26 градусов, например, у тебя это суфле поплывет. Оно начнет, станет жидким. А если ты сделаешь с агар-агаром то же самое с суфле, то оно у тебя до 45-50 градусов будет крепко держаться. Вот вся разница. Поэтому все, что можно делать с желатином, то же самое можно делать и с агар-агаром. Евгений Абрамов задает вопрос. Доброго времени суток. Вопрос один. Когда жульен? А, Евгений, да. Я зажал, обещал. Евгений, это мой подписчик, он мне присылал очень интересный рецепт жульена, который я ему обещал приготовить. До сих пор никак руки не дают. Я готовил, я готовил этот рецепт, я его не снимал просто. Мне очень понравился, кстати, хороший рецепт, надо будет снять и показать. В общем, Жень, обязательно, всего-то полгода какие-то прошло. О чем ты говоришь? Слишком рано. Сделаю я твой жульен. Ну, это ты пошутил, я так понимаю, да? Подстебнул Витальку. А теперь к реальности ты пишешь. Более детальные рецепты с указанием режима духовки и способом, и способов нарезки. Да, хорошо, Жень, я учту твое замечание. Это не вопрос, это пожелание, которое я постараюсь учесть в моих будущих рецептах. Вот и все, короче говоря, я на все ответил, на что мог. В общем, друзья, я благодарю вас за то, что вы задавали вопросы. Я надеюсь, мои ответы, они хоть и были, наверное, слегка сумбурны, потому что я все это в режиме онлайн снимал, я совершенно не читал ваши вопросы заранее. Вот сейчас открыл ноутбук вот здесь у меня и отвечал на них. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте пальцы вверх. Если это не так, то ставьте пальцы в них. В общем, как-нибудь отреагируйте на это видео. Будем делать еще ответы на вопросы. Поэтому вопросы задавайте, можете в каждом моем выпуске писать свой вопрос, который вас интересует. Я все это подкоплю опять и сделаем очередной ролик через месяца 3-4, может быть, 5 или 6. А сейчас, значит, как я и сказал, ставьте пальцы вверх. Повторение мать учения. В общем, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok